А там успешно начали действовать тяжелые КВ и средние Т-34. Их снаряды пробивали броню немецких машин с двух километров, тогда как фашистские танки могли поражать русские с расстояния не более 500 метров. В первом очнулся Гудериан, своими глазами видевший, как тают его танковые дивизии. Паника перекинулась на конструкторов. Судорожно они стали модернизировать свои машины. Удвоили толщину лобовой брони. Поставили более сильную пушку. Навесили стальные экраны. Но это все мало что дало. Машины стали тяжелее, а скорость и проходимость снизились. Немецкие войска несли большие потери. Но на Германию работала промышленность всей оккупированной Европы. В ноябре 1941 года Сталин позвонил новому командующему Западным фронтом Жукову. Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю вас с болью в душе. Говорите честно, как коммунист. Жуков ответил. Москву, безусловно, удержим. Но нужно еще не менее двух армий и хотя бы 200 танков. Это неплохо, что у вас есть такая уверенность. Позвоните в Генштаб и договоритесь, куда сосредоточить две резервные армии, которые вы просите. Но танков пока мы дать не можем. Да, танков не было. Эвакуированный Харьковский завод. Сталинградский. Кировский. Эшелоны шли на Урал. В ответ на утолщение брони немецких танков наши конструкторы усилили пушку 34-ки. Башню сделали более прочной. И главное, впервые в мире удалось наладить конвейерную сборку. Уже в 42-м году Урал дал фронту больше боевых машин, чем вся мобилизованная Гитлером промышленность Европы. Гитлер вынужден отменить приказ о замораживании конструкторских работ по новой технике. Фирмы Хеншель и Порше получили заказ на тяжелый танк Тигр. Фердинанд Порше, прославивший свое имя созданием известного автомобиля Volkswagen, закончил строительство опытной модели в очень короткий срок. Но лучшим оказался Тигр конструктора Эрвина Андерса. Именно он был принят на вооружение вермахта. Тигр Андерса, мощная машина, слабовой броней в 100 мм и полуавтоматической 88-мм пушкой обладал хорошей скоростью. Чуть позже вышли на испытания и средние танки «Пантера». Пушки наших Т-34 и КВ уже не могли пробивать в лоб новые немецкие машины. От бронебойных снарядов оставались только вмятины. И тогда конструкторы Котин и Духов на базе своего тяжелого танка КВ создают самоходную установку, вооруженную гаубицей огромного калибра. Солдаты прозвали ее «Зверобоем», потому что снаряд гаубицы проламывал любую броню. «Зверобои» очень помогли нашим танкам в разгроме врага на Курской дуге. «Мы выиграли сражение», — говорил нарком Малышев, обращаясь к уральским конструкторам. «Но какой ценой? Немалой кровью наших танкистов. Нужны более мощные машины». Под руководством главного конструктора Морозова, который сменил умершего перед самой войной Кошкина, на 34-ку установили новую 85-мм пушку. «Хорошая машина» стала отличной. А в конструкторском бюро «Котина» создан новый тяжелый танк Иосиф Сталин. Его лобовая броня толще, чем у «Тигра». Пушка мощнее, чем у «Тигра». Он уверенно пробивал броню «Тигра». Но кроме того, Советский Союз к 43-му, 44-му годам значительно превзошел Германию по производству танков. Гитлер все чаще вызывал к себе в конструкторов, давая им все более нелепые задания на очередное чудо оружия. Он потребовал построить танк сильнее, чем ИС. И снова Порш и Андерс начали соревноваться, и снова победил Андерс. Его танк стал называться «Королевским Тигром». Гитлер ждал сенсации от неуязвимых, как он считал, танков, посланных на Восточный фронт. И сенсация состоялась. Вышло так, что «Королевские Тигры» нарвались на засаду, в которой стояла вот эта новая конструкция 34-ка под командованием младшего лейтенанта Оськина. Подивившись на неизвестные машины, экипаж Оськина почти в упор расстрелял три из них. Провал был полный. А Гитлер потребовал создания сверхмощного танка. Построенный Порше-сверхгигант явился каким-то инженерным бредом. Вес 188 тонн. Он не мог пройти ни по одному мосту, не обрушив его. Агония инженерной мысли только ускорила крах Третьего Рейха. Продолжая славные традиции создателей знаменитой 34-ки, советские конструкторы вооружают нашу армию все более совершенной техникой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ